Специалисты настаивают, людям нужно настраиваться на экологическую культуру потребления. По некоторым данным, в мусорные баки летят десятки миллиардов одноразовых стаканчиков и триллионы пакетов. Всего в мире насчитывается более 20 видов пластика. Основных 5. Это PET, из которых бутылки делают. Это полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления, полипропилен. Есть еще 6 ПС полистирол. Но полистирол чем вредный? То есть в его составе находится стирол. При нагревании, соответственно, стирол выделяется в пищу. Ну и, собственно, когда мы потребляем еду из такой тары, вот этой пластиковой, то, соответственно, вот эти все ядовитые вещества, они поступают к нам в организм. В частности, вспененный полистирол – это всеми любимый наш лапша быстрого приготовления доширак. Впрочем, нельзя говорить о том, что пластик приносит только вред. Напомню, его широкое применение началось в середине 20-го столетия. И поначалу это удивительным образом сказалось, например, на диких обитателях Черного континента. В тот момент, когда изобрели пластик, кто бы мог подумать, что благодаря изобретению пластика сохранилась популяция африканских слонов. Узнали об этом? Какая связь? Почему? Потому что раньше браконьеры истребляли африканских слонов из-за их бивней. Делали из них шары для бильярда. То есть, когда появился пластик, соответственно, заменили вот эти слоновые кости на пластиковые бильярдные шары. И тем самым сохранили популяцию африканских слонов. Если отходами не заниматься, то планета полностью в них погрязнет. Ведь пластик – вещество неорганическое, и потому его разные виды могут разлагаться на полигонах от 100 до 500 лет. От его использования, конечно, никто не откажется. Как отмечают экологи, просто надо с умом к нему относиться. И если есть возможность, заменить его на какие-то многоразовые предметы. Самое главное – понять, что пластик – это не одноразовый предмет, а многоразового использования. И тогда, чем меньше мы будем использовать одноразовых пластиковых предметов, тем больше мы сохраним природу. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск.